Восвятая служба информации и телерадио компании «Гомель» у студии Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. Аномалии на дворе внесли коррективы у звыклую працу некоторых службов. У опошние сутки коммунальные предприемства працевали во взмоцненном режиме. Обледенение штатуаров добавило пациента у травматологичным пунктам. С подробностями Ганна Ковалева. С наступствами снегопаду змагалися 61 аккаута тракторные техники. Перш за все силы были кинуты на те участки, где есть рух громадского пассажирского транспорта. Убрать беж с гололедицей выдатковано больше за 1000 тонн пяшчано-соляной сумеси. Как провести эту працу оперативно, на улицу вышли больше за 1000 дворников. Зимний период 2015-2016 года. Мы укомплектованы снегоуборочной техникой. У нас ее достаточно. Утверждены маршруты движения этой техники. И мы не видим проблем. Даже если будут какие-то стихийные бедствия, мы готовы к выполнению своей задачи. Праца небесная канцеляра додала и медикам. Только за неделю в травматологичной отделении 1-й городской клинической больницы поступило коля сотни пациентов. Тогда, как у любой инши день, их у двоя меньше. 40 человек отримали так званые гололедные травмы. 14 с их спироломами, 5 раз с широпно-мозговыми травмами. У сим была оказана оперативная медицинская допомога. Частка неоткладно шпитализована. Это связано с тем, что люди еще не привыкли ходить по скользкой поверхности. У них нет адаптации этой ледовой. И они ведут себя так, как будто идут по чистому ровному асфальту. Какая-то специальная зимняя обувь. И ходить так, как будто ты идешь по льду. То есть, немножко присевши, немножко настороженно, быть готовым к падению. У ближайшие сутки суровые циклоны. Змешать обороты не избираются. Синоптики поперечивают, что небезпека умов на двор еда-ауторка может досягнуть оранжевого взрывня. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине увековечили память яше 32 червонармейцев, які загинули подчас боев за Беларусь. На братских могилках у Агрогородку Чырковича Светлогорского района открыли мемориальную плиту с прозвищами воинов, які до этого лечились невядомыми. На жалобным урачистым мероприемстве побывал Олег Синцерову. Зима, снег на древах и некий незвычайный спокой, навод и не верится, что в 44-м тут шли вельми жорсткие бои. Причем докладное прозвище усіх загинувших червонармейцев невядомое до этого часу. Старожилые вёски Чырковича узгадываясь, что после вызволения працевать на палетках было немогчимо, столько на их заставалось боеприпасов, что 30 загинувших червонармейцев, то их останки знаходили на протягу ясчай некаких 10 годів после закончения войны. Причем прозвище «Маль трёх тысяч пахованых воинов» невядомое до этого часу у Черківському музею боевой славы боям на території Тогочасной Полетской области присвячена особная экспозиция. Проконце 43-го гэтую територию вызволили от захопников, але не утримали. Згодно з офицейными дадзинами у боях тут загинували коля 20 тысяч солдат и офицеров червоной армии, причем ёсь подстава мерковать, что гэта не полная дадзинная. Вельми уже жорсткими были бои, хоть их и называли мясового значения. По территории правобережи Березины каждый населенный пункт, каждая высота были укреплены до шести рядов прямостоячих окопов, колючая проволока, доты, дзоты. И вот на эти укрепления немцев бросали наш рот. Бросают, погибают, отводят, пополняют опять. Первые месяцы даже не давали отдохнуть, вот именно прямо в бой. Потом дополнительно, вот именно в январе, ввели ещё дивизии. Ещё на початку гэтага года были вядомые прозвищи 2775 воинов, які похованы ў братской могиле ў агроградку Черковича. Тепер на плитах на 138 прозвища ўбош, причем 32 зык высветили ў листопадзе. Тя рот загинувших ёраджениц Казахстана Мукжан Саукамбаев. Родные шукали место ёго поховання 70 годів. За отповедной просьбой до представников департамента финансовых расследований у Комитата державного контроля Беларуси звернувся навод унук загинувшего воина. За помогой супрацівників місцевого военкомата і Садлогорського історико-крайзнавчого музея просьбу задоволили. Перевечно, що він погиб именно в Беларусі, узнали через інтернет, що він погиб 21 января 44-го року. До цього було, коли іскав наш отец, то було, що він пропал бездіся в 42-м році. А потім він не знайшав, а ми, діти, вже внуки його нашли, ми його залишли. Ми жили в одному большому Советському Союзі. Ми ходили вместе в школу, ми играли вместе в футбол. І між нами відлічі нету, що я білорус, він казах і татарин. А сьогодні именно ми ще ближче стали в Білорусі. Сьогодні у Казахстані живуть кілька 50-і унуків і у правнуків Мукжана Саукамбаєва. Тепер нікто згод буде приїжджати на могилу родного чоловіка, який загинул у боях за Білорусь. А пакуль на його могилу привезли землю з родимы і отслужили молебен, згодно з традиціями жахару Казахстана. Олег Сенчуров, Євген Макеєнка, телерадиокампанія «Гомель», Светлогорський район. Третья сніжній участьвер комітет державного контролю Гомельській області проведе чергову телефонну лінію. Тема розмовы з жахарами регіона – несвоечасовая выплата заработной платы. Звернуцца да спеціалістаў можна будзе з 11 до 12.30 по нумары ў Гомелі 23 83 87. На тарыторію Гомельськай області повеличилася колькась крадзяжоў. С пачатку года іх зарегістравана більш як 4800. Гэта каля 60% ўсіх злачынства ў паліні крымінальнага вышуху ў регіоні. Така статистика была приведена пачас пресс-конферэнціў областным управлэніў внутрэных справ. У дзелу ёй прэнялі працтавнікі управлэніў крымінальнага вышыку і аховы грамадскага парадку, департамента аховы і іншых службоў міліцыі. Галонай жатэмай гутаркі сталі пэйтэнні профілактыкі. Іх варашэнне да поможа правоохонным органам пераламаць негатыўну тэндэнцію, а грамадзянам захаваць сваю майомаць. Одну з галоных праблэм ў гэтэм плане ўявляюць крадзяжы здачных дамоў. Злачынцаў прытягвае не толькі долгая адсутнаць господароў, але і лёгкаць з дабычы, яка вельмі часто знаходзіцца вольным доступе. Предметами преступного посягательства являюцца інструменты, различного рода металлическі изделі, которые находзіцца в шаговой доступности. Меры, которые по профилактике данного преступления, они очевидны, они лежат на поверхности. Это укрепление своих домов, частных подворі, это быть разборчувым в выборе строителі, которых он нанимаецца на работу. Молодь будзе паляпшаць іміж сваіх районав. До такого выніку прышлі ўдзельнікі шостага обласного форума лідэраў дзятчых і молодёжных громадскіх аб'яднанняў органав школьнага самакіравання. Вынікаў реалізаціі распрацыванага праекта прыдзіцца чакаць цэлы год, аднак юныя лідэры абяцаюц, што оригінальных і карысных меропрыемства ў ягурамках будзе проведзіна немало. Форум лідэраў ў в області проводзіцца ў шосты раз. Самые актывныя представнікі ўсіх районах з'їхаліся ў Гомель, каб продемонстраваць выніки ўжо реалізованых праектаў і прапанаваць нова ідея. Такая практика паўністю патрымана ўладамі. Дарослый не завсёды бачаць праблемы молодзі, а юным же харам регіона, з дзятінства трэба быць адказными і ініціативными. Несколько лет тому назад мы убедзілись в том, што необхадзіма работаць боле конкретна з тими ребятами, які обладаюць лідэскими качыстами. Передать знання – это очень хорошо, а формираваць імена лідэра, чалавека, каторый бы мог повісти за собой каку-то общественную організацію, направление, молодёжное движение, нужно несколько лет, і взрослые педагоги должны оказаць помощь. За пошні годы ў регіоне реалізованы дзяткі праектов. Пытання, які хвалюють молодь, саме розны – адустанулки новой малой архітектурной формы до повышення престижа армії. Часам ідея для праекта може народіться задробязім. Наприклад, в ушні початковых класів на перапынку перакулили горшок з кветками. Іх треба було чим-небудь занять і направіць енергію у мирное русло. Так у лечіцах народіўся праект динамічной перапынки. Мы вместе приходім на перемене к дітям. Дітей очень много, с 1 по 4 клас. Мы приходім просто в хол, включаєм музыку і начинайм танцеваць. Прості флешмобіки, для децкі, прості движення. Також ми іграєм с ними в ігры собственного сачінення. І танцы таже придумываем. І таким образом деці выплескивають свою енергію і продалжають далі обучення спакійно. Па час гэтага форуму юні лідери адміркавалі нові праекты. Самый буйний з их накераваны на працавлення свайго района па-новаму. Історичне, патриатичне, туристичне мероприємстві на працягу года будуть праходзіць па усюй в області. А празгод лідери збаруться знов, каб обміркаваць вынікі. Вольга Вальченка, Катярына Сапельнікова, Дмитрий Радзянка, Телерадиокампанія Гомель. Добрый вечір, Гомель. У «Адзінголас» провіталі обласны центру дзельнікі экспідыцій на востров Мадагаскар, яка завершылась і не так даўно. О я складі було чатвёра хамельчан і жихар на Роулі. Члены экспідыцій, вандроуцы аматоры, начале з туристам-профісяналам, вядомым фатографам Юраем Біруковым. Стануть сёня гостями студы і телерадиокампанії Гомель. О программе ўспаміны і уражані, унікальныя фото і відеаматрыялы, які вандроцы привеззі з турпаездкі да ўжынёю місяць. Лідзіця программу «Добрый вечір, Гомель» сёні ў 19.00 на телеканалі «Беларусь-4». Напереда дні Дня інвалідаў Беларускі Дзержавны універсітэт в транспорту організаваў спецыяльныя мерапрыємства. Гістарычны квест для абітурієнтаў з абмежаванымі махчымастям і студэнтаў першых курсав. Шанс не толькі апынуцца ў минулым, але і ближай пазнаёміцца з універсітэтам. Квест ў ВНУ гэта інтэлектуальныя гульня, ў якой аснаўная задача ўдзельнікаў ведаць історію універсітэта. С 1898 года будынок сучаснага Белдута належаў гомельскай мушчынскай гімназі. Калі ў паслявоєнныя гады асаблівы запатрабаванымі сталі спецаалісты ў сферы чугуначнага транспорту, ў 1953 годзе ў гомелі адкрыўся Беларускі інстэтут інжэнэраў чугуначнага транспорту. Тут рыхтавалі спецаалісты ў пакіраванні цігніками і будаўніцтву чугунак. Перайменаваны ў 1993 годзе Белдут сёня рыхтуе кадры на 32 кафедрах. Заправдны храм ведаў захаваў пакоў, лесвіцы і элементы дэкору з минулых астагодзе. А таму дзельніка ў квеста чакалі не толькі викторыны галаваломкі, але і реальны гістарычны экскурс. Інцэрэсны ўмэрістычыскі прэмэр это сэчас мнынішнім поміщэні, гдзе находзіцца васпытательны аддзел в 1900 году там был карцар для непаслушных гімназістов. І на гэтым інформаційна праграма репарцюр талі радую кампані Гомель завершана. У студы працывала Наталі Ігнатянка. Усяго вам добрага і да новых сустрэчу ефіры. Редактор субтитров А.Семкин